Добрый день, друзья мои! В эфире программа Ставропольский Благовест. 19 января православный мир будет праздновать крещение Господне. Крещение по-гречески происходит от глагола «баптизо» – «погружать». Призывая людей осознать свои грехи, святой Иоанн Креститель умягчал их жестокосердие, подготавливал к восприятию проповеди грядущего вслед за ним Господа Иисуса Христа. Поэтому пророк Иоанн именуется Крестителем и Предтечей Спасителя. Вместе с другими людьми Иисус пришел на берега Иордана. Иоанн же, духом увидев, что перед ним необычный человек, сказал пришедшему, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Христос явился для младенцев, как младенец, для матери, сыном, волхвам, как царь, пастырем, как добрый пастырь, полагающий по слову Божественного Писания, душу свою за овец. Мир просветляется во всех частях своих, радуется прежде всего небо, передавая людям, сходящим с небесных высот, глаз Божий, освящается полетом Духа Святаго воздух. Освящается естество воды, как бы приучаясь омывать вместе с телами и души. И вся тварь земная ликует. Один только дьявол плачет, видя святую купель, приготовленную для потопления его могущества. Безгрешный по природе Спаситель вместе с грешниками вступает в воды Орданские, приемляя крещение покаяния. И в тот момент Иоанну открылось, как через отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит на Иисуса. И услышал Иоанн глаз Божий. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Крещение иначе именуется Богоявлением. На Иордане произошло явление троечного Бога людям. «Бог-Отец явил Себя в голосе, который слышал Иоанн. Бог-Сын принимал крещение в водах Иордана. Бог-Дух Святой в виде голубя осенил крещаемого». Так явлено было новозаветное откровение о Боге Троице. Едином по существу и троечном в лицах. Есть у этого события еще одно важное прочтение. «Христос является народу не как грозное божество, нисходящее с небесу, в блистании молний, в грохоте грома, не как всевластный земной владыка или великий герой, которого людская молва могла бы делить божественными могуществами, но смиренно, смешавшись с сонмом кающихся грешников, простых людей, как сын человеческий». И в момент этого уничижения дается откровение о том, что Иисус есть возлюбленный Сын Божий, на котором почият божественное благоволение. Таким образом, богоявления на реке Иордан и события, крещения открывают нам тайну не только Святой Троицы, но и воплощенного Сына Божия. Как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «Один и тот же Господь наш Иисус Христос, есть совершенный Бог и совершенный человек». При этом божественная природа не подавляет и не поглощает человеческую, но обе они сообщают богочеловеческой личности Иисуса Христа гармоническое единство, сочетаясь неслитно и одновременно нераздельно. Наконец, еще одно весьма важное измерение события крещения. Господь чист, Он не имеет греха. Зачем же Ему потребовалось войти в толпу кающихся, чтобы исповедать грех, которого на нем нет, и принять очищение, в котором Он не нуждается? Это представляется нам, на первый взгляд, лишенным всякого смысла. Однако именно это деяние Спасителя зримо свидетельствует о цели Его прихода в этот мир. Взять на себя грехи людские и, искупив их безвинной своей кровью, освободить и спасти весь род человеческий. В древности Рождество и Крещение праздновались в один день, и праздник этот именовался Богоявлением. Начало празднования Богоявления относится к временам еще апостольским. О нем опоминается и в постановлениях апостольских, в трудах известных святых отцов со II века. И когда в праздник Крещения мы освящаем воду, то тем самым свидетельствуем великую истину о всепроникающем и спасительном присутствии божественной энергии в физической природе нашего мира. Святая вода есть великий свидетель присутствия благодати Божия в жизни Вселенной. Христос совершает подвиг, а человечество получает почесть. Он воюет с дьяволом, а человек оказывается победителем. Он змеиную голову сокрушает в воде, а человечество как бы настоящий борец, увенчивается венцом победителя. Он крестится, а с человека снимается скверно. На него сходит Святой Дух, а человечеству подается оставление грехов. О нем Отец свидетельствует, как о своем возлюбленном сыне, а люди становятся сынами Божьими. Пение с его многовековыми традициями способно укрепить в ребенке самые лучшие качества и воспитать в нем нравственную красоту. В хоровом классе при храме архистратика Божия Михаила города Михайловска юные воспитанники обучаются церковному пению. Иув Михайлович, выпускник Одесской консерватории, профессиональный хор-мейстер, руководит хорами не первый год. Я родился в семье православного священника, сам являюсь православным христианином, поэтому я в церкви пою с детства, с самых малых лет. В дальнейшем я поступил в Одесское училище музыкальное, потом в музыкальную консерваторию одесскую, которую окончил, и сейчас подвязаюсь на поприще легенда, в православном храме уже, наверное, более 20 лет. Идея создания детского хора появилась в семье Иова Михайловича после трагедии, случившейся несколько лет назад. В нашей семье случилось такое горе, и нам очень много людей помогли. У нас погибла дочка, и очень много людей нам помогало. И когда мы увидели, как люди отзываются на какую-то беду, потом, когда все это уже завершилось, то есть мы, нам такое было движение сердца, хотелось как бы вот это все как бы помогать людям, помогать, вот что-то делать, что-то хотелось делать хорошее. Такое, что как-то сообразуется с моей профессией, потому что идти там что-то делать в немузыкальном поприще я не сильно умею, а вот это моя как бы профессия. В общем, сидеть добрые, вечные в детях, пробуждать в их сердцах любовь к высокому искусству и любовь к храму, потому что дети поют в храме, они участвуют в литургиях, непосредственно участвуют своим пением. Вот это вот то, что хотелось создать. Слава Богу, оно получилось. Учиться церковному пению пришли мальчишки и девчонки с разными интересами и степенью подготовки. Многие посещали занятия в воскресных школах, занимались музыкой. Есть ребята, которые ходят в спортивные секции, на плавание, баскетбол и каратэ, а запели впервые. Новички тянутся за теми, кто обладает навыками пения. Обучить петь можно, мне кажется, и любого, и взрослого, и ребенка. А легче научить того, кто хочет научиться петь. У кого есть к этому способности, конечно, это очень важно. Когда у ребенка, вот ему там два слова сказал, и он тут же хватает. И еще это все раскрывается в нем как-то, даже так, как ты не ожидаешь. Ну, а если человек хочет, то даже если у него, может быть, нет такого уж дарования, вот, все равно он развивается, он может научиться петь. У нас таких детей много приходило. Мы начинали с шести человек, с восьми человек. Из них поющих было трое. Вот. И сейчас все поют, те, которые занимаемся, развиваемся. Если ребенок хочет, он обязательно будет петь. Лучше или хуже. Это тоже в зависимости от таланта. Но петь научить можно, в принципе, любого. Детский хор всегда был любим в церкви. Не просто так его называют хором ангелов. В каждом ребенке живут непосредственность, искренность, чистота и удивительная вера. Поэтому детский голос идет от сердца и звучит особенно нежно и проникновенно. Добрый вечер, Господарю! Добрый вечер! Мы привезли Богу дарить, Мы принесли Богу дарить, Мы принесли Богу дарить, И желтые гречи, и воли, и воли, и воли, и воли. Добрый вечер, что сады мечи, Мы принесли Богу дарить, Счетный вечер, что сады мечи, Ми принесли Богу дарить, Слави Бога! Прославляй Бога! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»